И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Всех приветствую на канале Турецкие Байки. Продолжаем разбирать анонимные вопросы. Этот вопрос поступил ко мне 25 апреля. Чуть-чуть задерживаю, извиняюсь. Как обычно, я зачитываю, мы все вместе разбираем. Советы даем по делу, без какой-либо токсичности, пожалуйста. Итак, здравствуйте, Ольга. Пишу к вам с надеждой прояснить ситуацию. Вам, ну, чуть больше 30, вы менеджер, работаете, ну, кем не скажу конкретно. Заводить отношения с иностранцами, вы пишете, я никогда не планировала. Я познакомилась с турецким парнем в позапрошлом году, когда поехала в ту поездку в Турцию с подругой. Я работаю в офисе, и тот отдых был как нельзя кстати, после долгих рабочих дней за компьютером. Первые дни в отеле были прекрасными. Море, солнце, вкусная еда, а потом появился он. Вы его имя пишете? Че, опять Мехмед, наверное? Еще раз напоминаю, девчата, у меня нет никаких, в общем-то, претензий к имени Мехмед. У меня все знакомые Мехмеды, они классные ребята. Просто это наиболее распространенное, одно из наиболее распространенных имен в Турции, поэтому я его использую в качестве анонимов. Так вот, Мехмед, он был таким обаятельным, что не обратить на него внимание было невозможно. Он вас на три года старше, совсем вы пишете не похож на турка. Ну, я так поняла, вы с турками-то и не особо-то знакомы. Здесь, в турке, есть часть очень восточные такие, скажем, а есть очень даже европейской внешности, есть даже скандинавской внешности. В общем, я бы советовала, если вы едете в Турцию, не делать каких-то ожиданий насчет внешности. Очень разные попадаются. Так, у него хороший английский язык. Мы познакомились на пляже при очередной, вы пишете, вылазке в город. Он помог мне с подругой сориентироваться на местности, пожелал хорошего отдыха, а позже подошел и спросил, не угостить ли нас с подругой коктейлями. Так, разговаривались, завязалась. Он сразу оказывал мне знаки внимания. Мы провели несколько дней гуляя по улицам, наслаждаясь местными достопримечательностями. Но потом начались странные дела, вы пишете. Он вдруг стал изменчивым, агрессивным и ревнивым. Однажды, когда я вернулась в отель после прогулки с подругой, он ждал меня около номера. И он начал выяснять отношения прямо там. Ревновал меня к какому-то парню, которого я даже не помню. Мы много ругались по мессенджеру, потом к вечеру помирились. Он принес огромный букет цветов. И вроде таких инцидентов не было. Я что-то про него не поняла. Вот он старше вас немножко. А что он, во-первых, на курорте там делал? Кем работает? Вообще кто он? Так вот, путевка закончилась, вы пишете, пора была домой. Он проводил, но не останавливал. Ну а как он вас остановит? У вас обратные билеты. Говорил, что полюбил и нам нужно быть вместе. Мы оставались с ним на связи все время. Но потом начались от него другие приколы, вы пишете. Он то обижаться начал, то из друзей в соцсетях удаляться, то молчать. Я даже не понимала, что происходит. На мой взгляд, игры какие-то непонятные и токсичные начались. На этом моменте я бы все-таки многим девушкам советовала рвать отношения. Он и так был непонятный со своей ревностью. Хотя бы приехали отдыхать, в общем-то. Какому-то непонятному парню приревновал. Потом игры в соцсетях. То есть еще до брака вот эти вот всякие игры начинаются. Но нет. Если вы хотите долгосрочных, стабильных отношений, то все гораздо обычно прозаичнее. Плюс с налетом романтики, так как букетно-конфетный период. А вот, как вы говорите, приколы, ну, вряд ли кому-то нужны. Я и даже не понимала, что происходит. Потом снова мирились. И мы продолжали общаться, как ни в чем не бывало. Понятно, что он играет, вы пишете. Обидно, конечно, но мы общаться продолжили. В следующий свой отпуск я снова прилетела в Турцию. Но уже к нему. Сама заплатила за проезд. Он встретил меня в аэропорту и поехали к нему. Но это я потом поняла, что квартира съемная была хорошая, с видом на море. У него родители живут далеко, но его тетя и ее муж пришли к нам, чтобы познакомиться. Они были добрыми и приветливыми, господи, не могу выговорить, людьми. Мы даже фотографировались вместе. Он взял несколько дней с работы, но больше не мог. Поэтому продолжал ходить на работу, а я была предоставлена сама себе. Так, вы тут пишете, что он работает в офисе. Ну вот, хоть немножко о нем. Тоже в офисе. Вырваться не может, судя по всему. Вы пишете, меня это вполне устраивало. То, что вы предоставлены были сами себе. Я гуляла по городу, купила себе пару экскурсий. Когда я делилась с ним впечатлениями, фотографиями, поначалу было хорошо, но через пару дней его снова понесло, что я ищу приключений. Знакомлюсь с парнями, пока он работает. Что я развлекаюсь, пока он работает и даже домой хлеба не купила. Ну так вы в отпуске, здрасте, приехали. Он вам что-то обещал, обещал жениться или что? Вы вообще это не пишете. Что за претензии-то опять? Или опять ревность какая-то сыграла? Я ему напомнила, что я в отпуске и в гостях, правильно напомнили. После непродолжительной ссоры он принял мою позицию, извинился, и мы помирились. В общем, похоже на какие-то токсические циклы. Что вот он срывается, ссора, потом примирение. Опять, как ни в чем не бывало, вы даже сами это писали. Но когда на следующий день все повторилось, то есть циклы короткие у вас, где-то один день цикл такой, и опять все в токсичность срывается. Вы говорите, я собрала свои вещи и съехала в отель. Мне это влетело в копеечку. Я вам скажу, что вы молодец, что у вас деньги были, и вы смогли найти отель, и даже если влетели в копеечку, вы съехали от токсика. Какого именно абьюзера, психопата, там, нарцисс, я не знаю, но отношения явно, как говорится, не обязательно разбираться в сорта говна, чтобы понять, что это говно. Я уже здесь отрицательно отношусь к этому молодому человеку. Он слишком, ну как сказать, неустойчив психически. Это будут вот такие вот качели бесконечные, циклы токсические. И я бы не советовала с ним связываться. Он закидал меня миллионами сообщений. Сначала обвинял, потом извинялся. Он даже по мессенджеру не может себя спокойно вести, судя по всему. Я ответила на сообщения, решила поговорить. Сказала, что я ему не жена, чтобы он не предъявлял претензии, что я приехала отдыхать. Он снова извинился, говорит, что у него финансовые проблемы, ему тяжело смотреть, как я впустую растрачиваю деньги. Так вы свои деньги. А если это будут его деньги, вот, например, вы бы поженились, вы пока работать не можете, это вообще будет скандал. Куда ты мои копейки потратила? Я стала расспрашивать о финансовых проблемах. Он разоткровенничался. Как оказалось, у него большие долги. И последние два месяца он еле-еле может оплачивать очередные выплаты по долгам. И снова как-то сделал меня виноватой, чтобы ему платить по долгам. А я сорю деньгами и не собираюсь ему помогать даже в быту. А он меня принял и дни взял для меня. То я веду себя эгоистично, а он думает, мы семья. Не-е-е-е. Ой-е-е. Ой, совсем нет. Короче, сразу вы виноваты в том, что вы свои собственные деньги не потратили на того, кто вам еще пока не муж и толком ничего не обещал. И вообще вокруг одни претензии. Рвать когти от него. Я возразила, что предложение по замужеству не поступало. Да и мы не слишком хорошо знаем друг друга. Он сказал, что если ему любишь человека, то должен понимать и входить в его положение. И многоточие попросил денег в долг, чтобы закрыть те финансовые дыры, которые якобы появились из-за моего приезда. Я надеюсь, вы ему не дали. Тогда я, вы пишете, решила дать ему денег, чтобы унизить его. Ну вы тоже. Два сапога пара. Это что за отношения такие, чтобы мужчину унижать? То есть вы уже здесь друг к другу не подходите. Он манипулирует чувством вины. Вы решили, ну как бы, ну пока не вашего, но по сути в этом отношениях, вашего мужчину унизить. Девчат, не надо унижать своего мужчину. И да, если любишь, не надо унижать. Можно, конечно, входить в положение, но не к этому человеку. О любви, слава богу, я здесь не вижу. Это уже хорошо. Ну и деньги зря дали. И вот вы пишете. Но он не выглядел униженным и оскорбленным из-за того, что взял деньги от женщины, а даже наоборот. Умолял не тратить деньги на отель, вернуться к нему. Был в приподнятом настроении. Остаток отпуска я прожила у него. То есть вернулись к нему. И у нас все было хорошо. Ну и любви все равно здесь нет. Ну может быть вы договорились как-то так вот. Не, все-таки это какой-то курортный роман, хоть и с продолжением, но он как-то токсично развивается у вас. Я вернулась. И вот уже полгода у нас отношения по переписке. Можно даже назвать дружескими. Ну, может дружескими и оставить. Только не давать денег. Не приезжать к нему. К тебе зовет приехать. Но мой отпуск не скоро. Продолг я тему не поднимаю. И он делает вид, что забыл. А деньги вы в кавычках пишите заняла немалые. Ну, зря подарили. Я думаю, что если он мошенник, то сбежит. То есть вам не жалко было дать денег. Вам было интересно понаблюдать за ним. Унизить его. Как он отреагирует на деньги от женщины. И вы, в общем-то, можете себе это позволить наблюдать и так далее. Ну, ладно. Так, он не сбежал, судя по всему, да? Но, на мой взгляд, все равно. Отчасти мошенник. Он же не вернул деньги. И забыл, типа, о них. Но мы продолжаем общаться. Вы пишите. Говорит о любви. Недавно заикнулся, что мечтает купить дом. Завести детей. Я не стала спрашивать. А как же его долги? Я не знаю, сколько он уже выплатил. И платит ли вообще. Он недавно похвастался, что купил новый айфон. Айфон новый. Это будет тянуться. Насколько вот этому молодому человеку захочется, если вы будете продолжать, столько и будет годами, может тянуться. Он особо не торопится, судя по всему. И эти долги напрягают, вы пишите. Какие? Которые у него или долг вам? Я не вижу его стремления действительно что-то изменить в своей жизни, найти более оплачиваемую работу или параллельно пойти учиться. Уйти от него или ждать, когда повзрослеет. Буду благодарна за совет с наилучшими пожеланиями. Ваше имя, пожелания к каналу. Вы растрачиваете на вот этого человека часть своей жизни. Я бы советовала, ну как минимум параллельно двигаться дальше. Он будет ревновать. Он думает, что вы у него на крючке. Но я любви-то здесь не вижу. Я думаю, вы легко порветесь с ним. Но немножко пошумит. Он не похож на какого-то там преследователя, сталкера. Деньги, скорее всего, не вернет. Будет обвинять вас во смертных грехах всех, что вы такая неблагодарная там. А он хотел семью. Только у него долги. А вы, неблагодарная эгоистка, ему не помогли выплатить. Вообще вы ему всем обязаны. Можно это все дело заблокировать заранее. Мечтать и просто двигаться дальше. Вы немножко упомянули его офис, которым он работает. Но это так себе. Средняя по Турции зарплата ближе к маленькой. Если у него большие долги, это будет долго выплачиваться. Если долгов нету, что он телефоны покупает, то наврал. И, скорее всего, тоже не собирается ничего менять в своей жизни. И вот так все устраивает. Он бы был совсем не против, если вы к нему приехали за свой счет. Пожили, может, у него. Вы же все равно уже вкладывались, я так понимаю, в совместное проживание. Продукты, что-нибудь еще в этом духе. Его это все, видимо, устраивало. Если вас устраивают такие отношения, я знаю, что есть женщины, которых и такое устраивают. Есть куда поехать в отпуск и так далее. Ну, оставайтесь. Если хотите чего-то большего, серьезности, детей, семью, надо двигаться дальше. Лучше бы я вам предложила совсем заблокировать его, уйти и начинать дальше. Вы не планировали знакомиться с иностранцами, может быть, и не стоит с иностранцами. Может быть, в своем городе познакомьтесь, будет и понятнее. И, как сказать, своя рубаха ближе к телу. Наблюдать за манипуляторами, давать им деньги в долг, это плохая, в общем-то, практика. Я вам пожелаю счастья настоящего, не с этим, это все токсично. Ну и подождем, что скажут наши подписчики. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос и извиняюсь еще раз за эту задержку. А на этом все. Всем в любви, доброе, счастья. Всего самого-самого наилучшего. И пока-пока.